Команда «Завела Брест» всегда в гуще событий, тем более, что цель Европейской недели мобильности – пересмотреть существующие отношения людей к транспорту и, в частности, к использованию личных автомобилей. Поэтому подискутировать на тему взаимоотношений между собой пригласили велосипедистов, пешеходов и автолюбителей. Дебаты «Брест для всех», возможность высказать свое мнение о приоритете в городе, претензии друг к другу, а главное – попытаться найти компромисс. Количество велосипедистов возрастает с каждым годом в Бресте, и конфликты учащаются. Не хотелось бы такое хорошее движение, как велосипедизация Бреста, омрачать тем, что появляются такие комментарии в интернете, какие-то конфликты словесные, шаблоны, ярлыки вешаются на всю группу людей, за некоторых велосипедистов, которые не отличаются порядочностью и аккуратностью. Сегодня число владельцев велотранспорта выросло в разы. Не отстают от них и владельцы железных коней. Только в Бресте зарегистрировано порядка 160 тысяч авто. Вместе с тем, за последние годы значительно улучшилась велоинфраструктура города над Бугом. В разных точках появились зеленые велодорожки для проезда велосипедистов через перекрестки. С учетом интересов владельцев двух колес и пешеходов обустраивают тротуары. Однако неизменным остается негативное взаимоотношение между пешеходами, велосипедистами и автомобилистами. Думаю, надо прежде всего начать с самого себя. Велосипедисты должны посмотреть на то, что они делают на тротуарах, пешеходам, как они ведут себя на тротуарах, как они ходят по велодорожкам. Автомобилистам нужно посмотреть, как они соблюдают правила дорожного движения, прежде чем говорить на кого-то, на пешеходов или велосипедистов. Начать с себя, обсудить и даже путем некоторых конфликтов, но цивилизованных, так как это происходит в дебатах, какие-то там упреки высказать, найти решение. Для поиска решений компромиссов и воспитания культуры в отношениях между пешеходами, велосипедистами и автолюбителями и организована Европейская неделя мобильности. Но, как показывает практика, брещанам еще предстоит научиться быть взаимовежливыми на дорогах. Ситуация не совсем устраивает ни тех, ни других, ни третьих, но однозначно пространство для велосипедов стало больше, оно стало лучше. И однозначно потихонечку мы карабкаемся к тому, чтобы для велосипедиста создались условия использования велосипеда каждодневно. Но, конечно же, проблем огромное количество и каждое наше мероприятие, каждый день нашей работы мы стремимся к тому, чтобы улучшить эту ситуацию. Ирина Альшева, Андрей Щербант, Налуговкин, телекомпания БОК-ТВ.